Продолжим наши лекции. Сегодняшняя тема критерий устойчивости Наквиста. Данный критерий, также как и критерий Михайлова, относится к частотным критериям устойчивости. Однако, замечательным свойством данного критерия является то, что он отвечает на вопрос об устойчивости или неустойчивости замкнутой системы по характеристикам разомкнутой системы. Таким образом, рассматривается замкнутая система. Это W от P, передачная функция прямой цепи. Предположим, что данная передачная функция является дробно-рациональной функцией. Тогда передачная функция замкнутой системы, как известно, может быть представлена в виде соотношений 2. Здесь знаменатель передачной функции разомкнутой системы имеет порядок n, и он не меньше, чем порядок числителя передачной функции. Характеристическая функция замкнутой системы определяется знаменателем передачной функции. Или если раскрыть, то для знаменателя передачной функции замкнутой системы мы получим соотношение 4. Здесь знаменатель выражение 4. Представляете себя характеристический многочлен разомкнутой системы. А числитель это характеристический многочлен замкнутой системы. Из соотношения 3 вытекает, что порядок числителя выражения 4 также равняется n. Исходя из принципа превращения аргумента, мы рассмотрим превращение аргумента для знаменателя передачной функции замкнутой системы. То есть следующее выражение. Пусть m это число правых полюсов разомкнутой системы, тогда n минус m будет число левых полюсов разомкнутой системы. Тогда n минус m будет число левых полюсов разомкнутой системы. Тогда из принципа превращения аргумента мы легко можем получить превращение аргумента функции 1 плюс wj омега при изменении омега от минус бесконечности до бесконечности в виде соотношения 6. То есть 2π умноженный на разность между правыми корнями разомкнутой и замкнутой системы. Если замкнутая система устойчива, тогда l должно равняться 0. Подставляя 7 в соотношении 6, получим превращение аргумента в этом случае для знаменателя передачной функции замкнутой системы. И наконец, имея в виду, что на практике частоты бывают только положительными, а также учитывая четную симметричность выражения в квадратных скобках соотношения 8, мы можем рассмотреть превращение аргумента на отрезки от 0 до плюс бесконечности. И соответственно получится соотношение 9, которые и являются аналитическим выражением критерия Найквиста. И теперь критерии Найквиста можно сформулировать следующим образом. Для устойчивости линейной, стационарной, непрерывной замкнутой системы необходимо и достаточно, чтобы гадограф Найквиста охватывал в положительном направлении точку минус единица йод 0, М пополам раз, где М число правых полюсов разомкнутой системы. Этот критерий иллюстрируется здесь на одном примере. Как видите гадограф Найквиста это на самом деле та линия на комплексной плоскости, которая возникает при построении частотной характеристики разомкнутой системы, при изменении частоты от 0 до бесконечности. Вот эта кривая для данного примера. Здесь явно видно, что гадограф Найквиста один раз охватывает указанную точку, вот эта точка, в положительном направлении. Это означает, что если число правых полюсов разомкнутой системы равно 2, то при таком гадографе замкнутая система будет устойчива. Если число правых полюсов разомкнутой системы отлично отдуло, то при данном гадографе замкнутая система не будет устойчивой. Как видите, используется только частотная характеристика разомкнутой системы и число правых полюсов также разомкнутой системы. Если число правых полюсов будет неизвестно, то на самом деле по данным критериям ничего нельзя будет сказать об устойчивости замкнутой системы. То есть, должны быть известны как частотная характеристика разомкнутой системы, так и число правых полюсов разомкнутой системы. В частном случае, когда разомкнутая система устойчива, m равняется нулю, и m пополам тоже будет равняться нулю. Это означает, что гадограф Найквиста в этом случае не должен ни разу охватывать указанную точку комплексной плоскости. То есть, в этом частном случае, когда m равняется нулю, гадограф Найквиста при изменении частоты от нуля до бесконечности не должен ни разу охватывать точку минус один и вот ноль. Ни в положительном, ни в отрицательном направлении. Если же гадограф Найквиста будет охватывать эту точку, ну вот на данном рисунке охватывает в отрицательном направлении, то система, замкнутая система будет неустойчивой. Теперь, частотную характеристику разомкнутой системы мы можем представить в следующем виде. Где k это статический коэффициент усиления разомкнутой системы, а w с чертой называется нормированной частотной характеристикой разомкнутой системы. В этом случае критерий Найквиста может быть немного переформулировано. И тогда речь должна идти о том, что охватывает нормированный гадограф Найквиста или не охватывает точку минус единица деленная на k и вот ноль. То есть, ну как бы меняется масштаб и вместо единицы мы работаем с числом обратным статическому коэффициенту усиления. И для, в частном случае, устойчивой разомкнутой системы, ну и соответственно гадограф не должен охватывать точку минус единицы деленной на k. А в остальном формулировка останется как и для ненормированного случая. Здесь отличие заключается в том, что работают с нормированным гадографом Найквиста. И, соответственно, изменяется охватываемая точка. Остальное все остается по-прежнему. Если, например, m равно 0, нормированный гадограф Найквиста не должен охватывать точку на действительной оси минус единицы деленной на k. В противном случае замкнутая система будет неустойчивой. Переход к нормированным характеристикам позволяет расширить сферу применения критерий Найквиста. А именно, предположим, что статический коэффициент усиления точно неизвестен, а известно только то, что он принадлежит некоторому интервалу. То есть, не меньше некоторого R0 и не больше некоторого K0. Но это иногда записывается в таком виде, что K принадлежит указанному интервалу. Тогда формулировка критерий Найквиста изменится в том смысле, что будет рассматриваться, охватываться или не охватываться гадографом не одна точка, а весь некоторый интервал от минус единицы деленной на R0 до минус единицы деленной на K0. То есть, в этом случае нормированный гадограф Найквиста не должен охватывать, нигде не пересекая интервал, M пополам раз. И совершенно аналогично, в случае устойчивой разомтой системы гадограф Найквиста не должен охватывать указанный интервал. Если он охватывает, то замкнутая система окажется неустойчивой. На этом сегодняшняя лекция завершена. Если будут вопросы, вы можете их прислать. Я постараюсь ответить на все ваши вопросы. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok